В эфире новости Прима. Меня зовут Антон Попов и мы продолжаем. Сегодня здесь с гостями обсуждаем, на мой взгляд, очень интересный проект строительства новой и не совсем обычной школы в микрорайоне Преображенский. У меня в гостях Валерий Ковалевский, ректор Педуниверситета имени Астафьева. Здравствуйте. И Аделина Абасова, коммерческий директор строительной компании. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, это какой-то совместный проект и вы хотите создать необычную школу в Красноярске, которая сейчас строится? Да, это совместный проект. Ну, в смысле образование совместный проект. Совместный проект школы. Мы образовали рабочую группу, в которой состоит представители компании Монолит Холдинг, представители Красноярского государственного педагогического университета и управления образованием города Красноярска. Вот. И в рамках этой рабочей группы мы и формировали те... наполняли, можно сказать, смыслом школу в рамках микрорайона Преображенский. Ну, вы такую хотите создать школу будущего. Насколько я понял, вот из тех разговоров, которые у нас были за эфиром. Ну, на самом деле, задумка о такой школе случилась года четыре назад, когда возникла идея создать ту школу, в которой было то обновленное образование, которое позволило сформировать тех учеников, которые обладали теми навыками и компетенциями, которые позволят им легче адаптироваться в современной среде. И вот два года назад как раз вот эта идея стала притворяться. Мы создали рабочую группу. Рабочая группа вот разработала целую концепцию такого образовательного комплекса. Ну и на самом деле там достаточно много таких изюминок, которые отличают обычную школу вот от этой необычной школы. У вас на днях завершилось мероприятие, называется образовательный хакатон. Да. Вроде как вы там обсуждали концепцию образовательной программы, которые будут в этой школе. Ну, на самом деле, не совсем так. Обсуждали, конечно, какие-то элементы этой концепции, потому что это был, ну, скажем, такой небольшой фрагмент обсуждения тех образовательных программ, которые, части образовательных программ, которые будут предложены школьникам вот в этой школе. И вот хакатон, он чем хорош? Тем, что там он позволяет с помощью участников всего образовательного процесса, это и учащиеся, это и родители, это и студенты, это и вот это и обычные учителя, которые вот обсуждают вместе в проектном режиме, как ту или иную программу создать, чтобы она была интересна школьникам, чтобы была максимально эффективна. Совсем если на простой язык перевести, то есть вы собрали тех, кто потом в этой школе будет учиться, работать, практиковаться, и вместе с ними обсуждали, а что там с ними делать будут? Ну, на самом деле, аудитория была шире, не только те, которые будут там учиться и которые будут там учить, то есть там было привлечено сообщество города, ряда школ города и вот того микрорайона и детей, и вот родителей, для того, чтобы как раз вот эту идею обсудить. Там достаточно много было таких находок, которые вот в обычном порядке, но в обычной школе их просто не увидишь. Аберина, что такое хакатон? Не ха-хатон, да? Хакатон, нет. Что такое хакатон? Это образовалось от двух слов. Это хакер и марафон. Ну, и таким образом, мозговой штурм, в котором участвуют разные группы совершенно в разных направлениях и приводят к какой-то определенной цели. Скажите, на какой стадии сейчас школа? Когда планируется ее запуск? В данный момент мы планируем достроить школу в 2019 году, но что касается запуска, это уже мы ожидаем ответа от города. То есть есть от них такая зависимость? Да, есть, конечно, безусловно, прямая зависимость от города. Ну, опять же, строительный вопрос. Сколько она будет вмещать учеников, с учетом, наверное, особенностей еще образовательных каких-то вещей? Более тысячи учеников. То есть большая школа? Да, школа будет довольно большая. А что придумали, интересно, вот за эти полтора года в этой образовательной программе, чем, собственно, обучение в этой школе будет отличаться от нашей, ну, наверное, обычной советской школы, в которой большинство учились красноярцев? Ну, будет отличаться тем, что школа будет работать на жителей всего микрорайона. То есть это жители разного возраста, это жители, которые совсем маленькие, которым надо ходить еще в детский сад, еще даже до детского сада. А будут те технологии, они уже разработаны на уровне города, других образовательных учреждений, когда вот родители, имеющих детей до трех лет, вовлекают в то, как их правильно сопровождать. Потом детский сад. Это сопровождение ребенка в детском саду, потом начальная школа, средняя школа, старшая школа, но этим все не заканчивается. Потом вуз, а потом еще старшее поколение, которое проживает в этом микрорайоне. И, по сути дела, все вот возрастные слои населения этого микрорайона, они в этом будут задействованы, участвуют. Подождите, русский, математика, химия будут или нет? Конечно, будут. Они будут, но они будут, опять-таки, вот даваться в режиме проектном, когда образуется команда. Я тогда, будучи школьником, должен уметь работать в команде, должен уметь вместе договариваться и решать какую-то идею, как лучше ее притворить. То есть в этом случае у учащихся будет развиваться креативность, которая потом им позволит легче осваивать профессию, а потом еще классно работать на каком-то, на каком-любом производстве. Для того, чтобы вот как раз там, ну, одна из компетенций, которая формируется у этих обучающихся, она как раз направлена на идею самообразования. То есть я тогда должен понимать, какими знаниями, навыками, умениями я обладаю, чего мне недостает и где их взять. Вот это школьники будут такими навыками в том числе и владеть. Это ваш ответ. А у нас есть еще ответы красноярцев, которые участвовали в Хакатоне. Вот зачем они туда пришли и что делали? Мне, во-первых, интересно, вот так, как я вообще, в принципе, живу в микрорайоне Преображенском. У самой есть ребенок, и сын пойдет через два года в школу. Очень интересный проект, увидеть взгляд на новое, реализовать это что-то новое и обмен, опять же, опытом. У нас был акцент сделан на территорию возле школы, спортивные площадки для досуга родителей и детей, зона барбекю для пикника и стадион с тентом, чтобы был тент. Родительский университет. Ну, благородные идеи такие, стадион с тентом. Далина, скажите, откуда у вас появилась идея школу не просто построить, чтобы было бы логично для застройщика, а еще и наполнить ее какими-то особенными вот этими образовательными программами? Ну, давайте вернемся в историю строительства самого микрорайона, формирования концепции микрорайона, где нам важно было, что из себя представляет житель микрорайона, что ему важно, что он хочет, кем он, в принципе, является и что он хочет видеть из окна, когда вот утром встает, вот, что он хочет, чем он хочет заниматься после работы у себя на территории, вот. И, исходя из этого, мы сформировали концепцию, образ жизни для жителей. И примерно по такому же принципу мы и проектировали школу в рамках микрорайона Преображенский. Ну, школу точно приятнее видеть из окна, чем другой дом на расстоянии. Ну, вы знаете, вот как раз-таки образ жизни, это оно и есть, что мы из окна смотрим не только другой дом, но и разные скверы, площадки. В общем, видим, как люди улыбаются, это самое главное. Ну, мне вообще есть симпатичная идея, когда бизнес вкладывается в какие-то вот эти социальные вещи, а уж тем более в школы. На моей памяти частных школ, которые вот так с нуля разрабатываются, нет в Красноярске. В Красноярске таких не было точно. А скажите, пожалуйста, а есть уже понимание, ну, именно вот, что касается, может быть, планировки каких-то классов, вот, они построены как в обычной школе? Типовые школы, вообще, еще с советских времен, они чуть не все одинаковые. Ну, там несколько вариантов было, но там они тоже не случайно же, да, правильно, строились именно так? То есть это был какой-то типовой... Ну, под классную урочную систему. Да, здесь немножко другая ситуация. Вот, и поясните, в чем строительное именно новшество в плане школы? Ну, первое, вот образовательная среда в школе, то есть она должна иметь доступные ресурсы. То есть если я учусь в этом классе, то я тогда должен понимать, где я могу взять ту информацию, которая мне пригодится для решения какого-то проекта. То есть проектный тип, проектное решение, это потребует работы, умения работы в команде и вот доступ к ресурсам. То есть это библиотеки, например, какие-то доступы? Библиотеки, да. Компьютерные классы? Компьютерные классы, но это и вот та переменная предметная среда, которая специально организуется. И в этом плане у меня должно быть вот, ну, навык того, как я найду эту информацию в разных источниках. Ну, все-таки, то есть, соответственно, у вас какие-то большего размера вот эти классы компьютерные. Ну, что еще? Вот именно строительные есть какие-то примеры? Ну, я бы не сказала, что классы большего размера. Ну, например, мы работали над общественным пространством за пределами класса, где дети могут не только из класса в класс переходить, но и могут проводить время друг с другом, могут какие-то внеурочные программы проводить и так далее. То есть здесь именно, ну, можно сказать, мы продумывали умную систему в школе. Валерий Анатольевич, складывается впечатление, что потом государственного образца диплом дети не получат, а то, ну, они так, знаете, сами у себя учатся, и тут и бабушки, и дедушки какие-то проекты делают. Каким образом это будет в нашу российскую систему образования все встроено? Ну, на самом деле, конечно, необходимый запас знаний для того, чтобы наши школьники могли сдать ЕГЭ, им будет обеспечено за счет чего? За счет того, что организуют, здесь специально готовится команда учителей, которую мы специально готовим к тому, чтобы они могли работать и в проектном режиме, и в обычном режиме. И в этом плане вот совокупность как раз методик, которые они могут выбирать, позволит им добиться того, что их квалификация позволит учащимся, ну, достаточно легко справляться с заданиями ЕГЭ. Опыт такой есть, вот, например, в городе Железногорске мы сотрудничаем с рядом лицеев, и могу сказать, что их выпускники на 10-12 пунктов имеют баллы по ЕГЭ выше, чем средние по краю. Поэтому в данном случае это не из головы просто цифры, это вот реальные цифры, которые получают те учащиеся, которых сопровождает, в том числе, педагогический университет. Скажите, а внешний вид школы обсуждали вот на Хакатоне? Какие-то варианты там были? Вообще они возможны или нет? Как она выглядит, школа? В основном, всё-таки, уделялось внимание именно наполнению, именно внутренней части и содержанию. Когда разрабатывалась концепция вот этого комплекса, образовательного комплекса, то как раз вот мы в этой концепции предполагали, как она может быть реализоваться через организацию архитектурной среды. Там есть вот такие инновации в виде и организации даже пространства в классе. То есть это, например, парты стоят необычно, то есть их можно менять, их можно убирать, в зависимости от той задачи, которая стоит на уроке. А в чём тогда особенность, ну какими, как это говорят, компетенциями особенными могут обладать ученики этой школы? Ну, первая компетенция, я уже её назвал, это способность к самообразованию. Вторая – способность работать в команде. Третья – это способность создавать проекты. А вот четвёртая очень красиво называется – способность культурно развиваться. И в этом плане вот способность культурно прирастать. Ну вот если это качество есть у каждого из нас, мы тогда будем с вами, ну достаточно интересно жить в течение вот всего жизненного цикла. С небес на землю наверняка захотят не только с этого микрорайона Преображенский в школу, если она получится, такой, как вы её задумали, наверняка захотят родители попасть. Пока, наверное, непонятно, да, каким образом. Возможно, это будет или нет. Ну, я думаю, возможно. Жители района должны будут попасть в этом случае. Точно. Района точно. Точно, это первая очередь. А там все остальные в очереди, как говорится. А дальше будет, ну, отбор, отбор, корпусный отбор. А в Преображенском есть планы по расширению? Полностью ли будет школа заполнена вот жителями Преображенского? Я думаю, что это тоже не зависит от непосредственно жителей от Преображенского. Это уже там в порядке очереди. Нет, я спрашиваю, Преображенские планы по его строительству, они ещё, ну, как бы далеко идущие? Да, безусловно. Мы на сегодняшний день построили меньше, наверное, 40%. И, естественно, там будет большое количество жителей, более 16 тысяч, поэтому то, что... Давайте так, вот что реализовано, а что ещё впереди? Так, ну, на сегодняшний день построено 5 домов. Это заселяется порядка 2000 человек. Построена в первую очередь центральная улица. На стадии строительства ряд домов. Все дома уже спроектированы. В принципе, у нас уже есть понимание, что из себя представляет концепция Преображенского. Ряд скверов на стадии также реализации. Это сквер чемпиона сейчас вот реализуется. И сквер, который находится в непосредственной близости к Преображенскому, достаточно большой, где можно погулять с детьми, где можно побегать. То есть, также, если мы говорим о соседстве, то строится приятно. И есть уже приятное соседство в виде торгово-развлекательного комплекса «Планета». Долгожданный аквапарк также планирует. Ну, не «Планета», то уже строится. Поэтому, конечно, у Преображенского соседства очень приятное. Ну, и социальная инфраструктура в том числе. А это хорошо или плохо, что вот такое, ну, как бы ограниченное, да, что вот микрорайон Преображенский, что это близкое такое соседство и близко школа. И что вот, наверное, там ученики-то знать все будут друг друга и все по соседству жить. Ну, на самом деле, в этом идея и состоит. В том плане, чтобы вот была возможность и жить, и учиться, и играть, и спортом заниматься в одном месте. И в этом плане вот этот микрорайон, он чем еще хорош, тем, что там создана среда для любых слоев населения по возрасту. Занятие спортом, умение отдыхать, возможность детей воспитывать, погулять с ними, поликлиника. Ну, то есть в этом плане, вот если меня бы спросить, а хотите ли, чтобы ваши дети там жили? Я бы сказал, да, хочу. В том плане, что это то место, где вот они могут развиться так, как не в другом. Спасибо большое, Валерий Анатольевич. Спасибо, Адалина. А я нашим застройщикам хочу сказать, хорошо бы, чтобы у нас в городе, когда дома строят, микрорайоны, тоже появлялись такие школы. До свидания, до скорых встреч.